Всем привет! Уже в 17 веке люди стали замечать, что во время грозы молоко скисает немного быстрее, но никто не мог дать этому ответ. А вот мы сейчас попытаемся докопаться до сути. Это не научные исследования, их никто не делал, это просто гипотезы. Действия озона. Помните этот специфический свежий запах после грозы? Это озон. Три соединенные атома кислорода. Озон является очень сильным окиснителем. Он очень легко отдает один из своих атомов, что очень усиливает активность тех самых молочных бактерий. Вот молоко и скисает буквально на глазах. Реакция кальция с белком молока. В грозовой дождь усиливается активность кальция в молоке. Он начинает охотно соединяться с молекулами аминокислот. Вот и начинается вскоренное скисание молока. Гроза вызывает длинноволновые электромагнитные импульсы. И одно время это считалось одной из причин скисания молока. Но в начале 20 века был поставлен эксперимент. Через сосуд с молоком стали пускать электрические импульсы. И к удивлению, такое молоко скисало медленнее. Так, вот буквально только что поступила срочная новость, что учеными только что найдена причина скисания молока во время молний. На самом деле оно не скисает, а сворачивается. И вот почему. Белок козеин – это фосфатная группа, то есть содержит в соли фосфорных кислот. И что? А вот что. Молоко – это так называемая дисперсная система. Капельки жира, а это основная составляющая молока, облеплены тем самым белком козеина. Это эмульсия. Еще со школы мы должны помнить, что эмульсия – это несмешиваемые жидкости. Эти самые фосфатные группы создают отрицательный заряд вокруг каждой капельки жира. По сути, это маленькие магнитики с одинаковым зарядом, оттого они и не слипаются. Гроза, как мы уже знаем, создает в нашем слое атмосферы молекулы озона. Его свободные атомы кислорода вызывают диссоциацию козеина, то есть банально окисляют его. Тем самым козеин распадается. В итоге козеин отваливается от капель жира, и они начинают слипаться в большие комочки. То есть получается по сути всем нам известный творог. Вот если у кого-то есть настоящее парное молоко и домашний ионизатор воздуха, можете даже поставить такой эксперимент. Предупреждаю, молоко, купленное в магазине, не подойдет, так как это молоко уже обработано, и оно такого эффекта не даст. На этом все. Всем пожизненной переносимости лактозы. С вами был Женек. Удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!